Начнем, пожалуй, с того боя истерики, которая стоит уже несколько дней подряд в российских пабликах. Русские пропагандисты как один кричат о том, что ой-ой-ой, Украина наступает, им кранты. Украина свое контрнаступление пока не комментирует. Я считаю, правильно делают. Как вы думаете, как это объясняется, эта истерика в рядах роспропагандистов? Ну, она же достигла такой уровня, что в пятницу Министерство обороны специально выпустило заявление, и самые верные пропагандоны начали осуждать своих легендарных военкоров. В основном эта паника раздувалась людьми, наиболее информированными из пропагандистов, те, которые находились на линии фронта. Но они давно, в их заявлениях этого подобного и прочих, у них давно звучат такие безнадежные нотки пессимистические. Ну, что вы хотите, если самый великий воин всей Москвы Евгений Пригожин обвиняет генеральный штаб и Министерство обороны, да и в последнее время и самого дедушку, которого он считает законченным чудаком предательства, некомпетентности. Это очень, я бы сказал, такая очень хорошая, нужная, как говорили в советские времена, морально-политическая атмосфера в российских войсках созрела как раз к началу украинского наступления. Ну, вот наш ГУР сегодня выступил с заявлением о том, что очень скоро русские такие найдут главного виновного, то есть козла отпущения в проигрыше в войне, и обязательно им должен стать кто-то из серии Пригожина, Шойгу, Герасимова. Но я бы от себя еще добавила, мне кажется, что главным козлом отпущения будет по праву заслуженно будет Путин. Как вы считаете? Ну, этот конкурс на главного козла отпущения, он продолжается уже целый год. Откуда взялись вот эти, давайте немножко открутим пленочку времени назад. Это же не сегодня начали Пригожина, а тогда еще Кадыров, который сейчас куда-то отполз уже в тени, атаку на Шойгу, на Герасимова. Это началось в марте прошлого года после поражения под Киевом, Сумовым, Черниговым. И встал совершенно верно важнейший вопрос в любом фашистском режиме после военного поражения. Кто виноват, фюрер или бездарные генералы, которые не смогли бы платить гениальный замысел фюрера. И вот Путин специально спустил с приводка двух псов, которые, ну, вы же помните, что они кричали в адрес Герасимова и Шойгу, сорвать погоны босиком на фронт, искупать кровью вину. Помните, боевики Пригожина демонстративно расстреливали из пулеметов фотографии. Это же беспрецедентная вещь в любой армии. И иноциировалась она, конечно, к говнокомандующим, которым страшно боялся, что он будет назван виновником. Ну, в конце концов, они долго терпели это, Герасимов и Шойгу. И вот я помню этот день, такой поворотный в этой борьбе за приз главного козла. Они явились в бункер Путина и потребовали, ну, во-первых, убрать ставленника Пригожина-Саравихина и вернуть Герасимова к руководству операции, которую он должен по своему положению начальника генерального штаба проводить. И как-то оградить их от этой компании Пригожина. Путин принял, как всегда, прорежуточное решение. Он действительно убрал Суровикина, ну, понизил его в должности, вернул Герасимова, но атак Пригожин своей не прекратил. И вот сейчас очень интересная эскалация произошла на последней неделе, когда он начал уже атаковать и геонокомандующего. Но это неудивительно, потому что если год внушается обществу и всей армии, что начальник генерального штаба местного рода полные идиоты, воры и предатели, то возникает вопрос, а где здесь позиция геонокомандующего? Пригожин очень резко повысил ставки, и это очень интересно. Ну, вопрос, который задает большинство комментаторов внутри России, почему он до сих пор жив, почему его еще не убили. Люди получают по 25 лет тюрьмы за так называемые фейки российской армии, а он всю российскую армию, по-зачтому, весь генеральский корпус обвиняет с борющим воров и предателей. Видимо, он имеет какие-то основания чувствовать свою безнаказанность. Видимо, это означает, он понимает некое ослабление власти Путина. Но это продолжаться бесконечно не может. И вот мой прогноз, я его неоднократно высказываю в социальных часах, или его в самое ближайшее время ликвидируют, или ему предстоит очень яркая военно-политическая карьера в России. Андрей Андреевич, вот многие сейчас с новой силой заговорили о том, что в России полным ходом идет транзит власти. И тут вопрос, каким образом он будет осуществляться. Имеется в виду от Путина и его самых ближайших к кому-то. Вот вы знаете, о транзите власти говорят уже несколько лет. Там еще начали, когда изменение Конституции. Я увидел первый признак транзита власти утром 9 мая, когда господин Пригожин называл Путина, извините, законченным мудаком. Вот это уже первый реальный шаг к транзиту власти. Видимо, он что-то знает из ближайшего окружения, и о состоянии его здоровья, и, в общем, об его как-то авторитете в самой верхушке российской власти. А вы заметили, что, казалось бы, такой символичный жест, как бомбежка одной из башен Кремля, никак не была прокомментирована главным жителем сегодня этого Кремля, то есть Путиным. Как набрал в рот воды? Где-то там в какой-то, не помню, «Медуза», по-моему, написала о том, что вот какие-то журналисты встречались с Путиным и на закрытой встрече они спрашивали его о том, что вот, мол, Кремль бомбили, ваша реакция, а он им сказал, что якобы он это даже не заметил. Ну, удивительно, правда, если говорить о том, что это же, ну, что может быть еще сакральнее для Путина и его русского народа? Ну, это он сказал на второй день, а до этого же вся пропагандонская радия. Ну, я не знаю, Медведев же это все-таки не просто пропагандон, он официальное лицо, заместитель председателя СССР, они орали о красных линиях, о уничтожении правительственных кварталов в Киеве, о ликвидации Зеленского, что вот это мы никогда не простим. Ну, а 9 мая в Киев приехал Сулфандерлайн. Это, конечно, отважная женщина, но я думаю, что ее просто бы не отпустили руководство Европейского Союза, если бы не были уверены в ее полной безопасности. Дело в том, что... Ну, вот сейчас идут снова новые серии бешеных реакций, снова какие-то красные линии после передачи ракет с Том-Шейдер англичан. Но дело в том, что нет, у русских нет никаких карт. И вот они два дня покричали, а потом Путин сам вынужден был сказать, да это ничего, не обращайте внимания, это ерунда, подумаешь, крышу Кремля мне поцарапали. Это мне просто... Знаете, что мне это напомнило? Это напомнило израильскую практику ударов по террористам в Газе. Они сначала легонькие удары наносят по крыше домов, как бы предупреждая жителей. Но они хотят избежать там большого количества жертв и гражданских, иначе вся мировая общественность будет снова обличать израильскую военщину. Сначала предупредительный удар так по щелк по крышам домов, чтобы жители ушли. Так вот это был примерно такой же удар по крыше Кремля, а с передачей ракет Шейду, Стом Шейду, это становится реальным. Вообще я вам скажу, что вот это событие, это такой геймчендж, как говорят англичане, изменение всех правил игры. Это второе вот такое геймчендж после представления Хаймерсов. Мы же помним, как после Хаймерсов и изменились стратегические вообще правила игры, и Украина всегда перехватила стратегическую инициативу. Вот это две очень приятные, как-то не случайные, мне кажется, новости, как раз в канун наступления, ну подготовка к которому уже идет, фактически по всем канонам военной науки, все же отмечают действительно активность возросшей огневой до всего фронта, это идет проверка, поиск слабых мест. Так вот эти два события, поставка дальнобойных ракет и вот тот бардак, который творится в головах у руководства российской армии, это как раз очень обнадеживающие для нас признаки успеха неизбежного украинского наступления. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok